Но Бурятия тушит пожар в Курумканском районе. Известно, что погибли два сотрудника лесохраны. Они попали в огненную ловушку, из которой не смогли выбраться. Сейчас горит около 2000 гектаров леса. И пламя угрожает перекинуться на соседний лес. О борьбе со стихией Илья Кашлюнов. Красное зарево на фоне чёрного дыма. Вечер пятницы для жителей села Алла стал настоящим испытанием. Многие, вернувшись с работы, незамедлительно отправились тушить возгорание. Лесной пожар в любой момент мог вплотную подойти к жилым домам. Используя подручные средства и сельхозтехнику, сельчане развернули спасательную операцию. Было большое задымление. Увидели, что идёт пожар. Постепенно ветерем собрались, поехали по пожару тушить. Всё, что могли, сделали. Многие знали, что и как делать. Два года назад огонь уже угрожал уничтожить это небольшое село. На этот раз очаг возгорания находился примерно в трёх километрах от населённого пункта. Медлить было нельзя. Ветер моментально раздувал пламя. Скорость ветра в этот день достигала 30 метров в секунду. При таких условиях огонь практически уничтожает всё на своём пути. Например, на этом месте несколько дней назад стоял мост. Огню понадобилось буквально несколько минут для того, чтобы уничтожить эту деревянную переправу. Позже огонь уничтожил ещё один мост. Пока лесники пытались держать огненную стихию, местные жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы избежать трагедии. Однако без неё не обошлось. Уже поздно вечером 19 мая в лагере, где базировались лесники, выяснилось, что один человек пропал. На поиски отправился опытный коллега, но вернуться живыми им не удалось. Отыскал потерявшегося напарника и вышел с ним к лесовозной дороге, по которой они направились к лагерю. Но в этот момент ветер изменил своё направление. Порывы понесли пламя в сторону выбиравшихся из леса мужчин, которые, попав в огненную ловушку, погибли. На место прибыл глава Бурятия Алексей Циденов. Он лично встретился с семьями погибших сотрудников лесной охраны Верхнебаргузинского лесхоза и выразил свои соболезнования. У одного из погибших осталось трое маленьких детей. После руководитель региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших сотрудников лесной охраны. Будут семьям погибших выплачены на компенсацию по миллиону рублей. Это сделаем уже до среды. Сегодня выезжают работники Минсоцзащиты Республики Бурятия и Пенсионного фонда для оформления документов необходимых. Помимо этого, детям положена пенсия по потере кормильца. В причинах разбираются в Следственном комитете, но уже сейчас известен виновник крупного лесного пожара. Тайга загорелась из-за халатности местного жителя, который бросил незатушенную сигарету. Он попытался самостоятельно потушить огонь. Однако из-за сильного ветра пламя перекинулось на кромки деревьев. Лицо установлено, оно без постоянного места проживания. Проживал, видимо, в лесах. И неосторожное обращение с огнем, видимо, бросил непотушенный окурок, и здесь началось возгорание. Угрозы селу Алана на данный момент нет. Однако огонь уходит вглубь леса. На тушение пожара в Курумканском районе привлечены люди практически со всей республики. Лесники продолжают работать, но вынуждены отходить от кромки пожара из-за возможной опасности для их жизни. Ситуация в районе остается сложной, из-за чего на всей территории введен режим чрезвычайной ситуации. Продолжение следует...